МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ужасно приятно, когда при проигрыше 20, 30, 40 очков в зале всё равно звучит «Борисфен, Борисфен» и люди болеют за нас. Могилёвский Борисфен Колосы в борьбе за медали сразился с минскими драконами. Здесь все сильнейшие наши спортсмены, все кандидаты в сборную Республики Беларусь. Это для них финальный отбор на чемпионат мира. Кубок наций по скоростному телеграфированию. В Могилёве собрались сильнейшие любители радиоспорта. Победили, как обычно, белорусы. Футбольные клубы из областного центра «Торпеда» и «Днепр» забивают. Остальные представители области теряют очки. На выходных по стране прошли чемпионаты Беларуси. Несмотря на обилие футбола в эти выходные, обзор спортивных событий области мы начнем все-таки с баскетбола. Рассказом о полуфинальной серии между командами «Борисфен Колосы» и «Смоки» Минск. На этой стадии чемпионата страны игры проходят до трех побед одной из дружин. Когда жребий свел могилевщан с минскими драконами, было решено первых три матча провести на домашней арене «Борисфена» в спорткомплексе «Олимпиец». Ведь такой шанс показать могилевской публике лучшую команду страны выпадает не более одного раза в год. Публика среагировала. 800 человек было в четверговом матче. Далее свою корректировку внесли длинные выходные. Однако во всех трех матчах было на что посмотреть. Очень важно было посмотреть наших игроков под влиянием лучших игроков чемпионата и легионеров. То, что сегодня Иван Мараш играл весь матч и не садился на скамейку, делает нам честь. Иван Мараш у «Смоков» это как Евгений Суганяков у «Борисфена» лучший игрок матча. Хотя противостоят столичной команде и каждому в отдельности, сегодня в Беларуси не может никто. Серия проиграна вчистую 0-3. Это было прогнозируемо. Но важно другой колоссальный опыт перед играми за бронзовые медали. Мы старались все-таки играть в такой баскетбол, чтобы... Ну, именно в красивый баскетбол. Мы знали, что мы сильнее, это очевидно. Но хотелось как-то порадовать больше веселым баскетболом немножко давали. И как бы старались не сильно жестко играть тоже в защите. Чтобы... Ну, получилось как бы зрелище больше. А играть за бронзу мы будем с младшими «Цмоками». Вторая команда «Драконов» свою полуфинальную серию, как и мы, проиграла. И уже через три дня первые матчи мы сыграем в Минске. А дома встретимся 13 и 14 мая. Далее о футболе. Спустя 15 лет на Могилевский стадион «Торпеда» вернулся чемпионат страны. В игре первого тура второй лиги местная команда с хорошо знакомым местным болельщиком названием принимала викторию из «Мариной горки». Игра удалась. Голы, жесткая борьба на каждом клочке поля – все это было. И этим вторая лига отличается от остальных. 3-0. Победа «Торпеда». Дебют у нового старого клуба вышел на славу. Первый тайм тяжело, видите, второй уже… Они чуть-чуть подустали, и мы оказались физически чуть-чуть получше. Поэтому начали появляться эти зоны, в которые убегал и Сергей Филиппов выжил потом на замену, и Саша Захарев, и Дима Колосовский. Были хорошие моменты, стопроцентные, не забили 2-3 момента. Очень тяжело, конечно, там Забровка это переживать. Ну, забили третий, успокоили игру. Я думаю, что и зрителям понравилось, что мы 3-0 выиграли. И как бы по игре еще есть, конечно, недостатки. Еще очень много недостатков. Будем работать. Замены сыграли. То есть, ну, тренер выдал очень сильными знаменами. Это большой плюс нам сегодня. И люди, которые вышли, на самом деле, даже в какой-то степени сделали игру. Свои дебютные матчи во второй лиге провели и еще два представителя Могилевской области. Шкловский «Спартак» разошелся Миром Строгачевым 0-0, а Сиповичи были слабее Молодечно 0-1. Разжился голами перволиговый Днепр. Могилевская команда одержала победу в очередном туре чемпионата страны первой лиги. Могилевчане в гостях встречались с Барановичами и переиграли соперника 4-0. Как и в матче прошлого тура, днепровцы заработали пенальти и в этой игре. На этот раз к мячу подошел капитан команды. Алексей Тупщи был точен, оформив к тому времени дубль. Еще по разу отличились Владислав Федосов и Максим Бердик, минуты ранее вышедшие на замену. Мужской гонбольный клуб «Машека» провел очередной поединок в чемпионате Беларуси. Дома могилевчане принимали пресски БГК-2. Эта игра во многом должна была предопределить, кто из соперников займет по итогам сезона 5-е место. Шансы оказаться выше оппонента возросли у нашей команды. «Машека» был сильнее 37-27. До конца чемпионата осталось сыграть два тура. Могилевчане на один балл опережают ближайших преследователей. Международный турнир по скоростному радиотелеграфированию прошел в Могилеве. Вид спорта не самый зрелищный, скажете вы, и будете правы. Однако в ближайшее время все может измениться. Но обо всем по порядку. Эти кадры были сняты нами на Кубке наций, а участники которых вы видите сплошь чемпионы мира и Европы. 70 спортсменов из Беларуси, России, Швейцарии, Болгарии, Сербии, Македонии, Италии. Вот уже более двух десятилетий моду в этом виде спорта задают белорусы. А среди белорусов в основном могилевчане. Скоростное радиотелеграфирование – это способность услышать и передать, используя азбуку Морзе, различные тексты. Приблизительно вот так. Быстрее и лучше всех удается, конечно же, белорусам. Здесь все сильнейшие наши спортсмены, все кандидаты в сборную Республики Беларусь. Это для них финальный отбор на чемпионат мира. Уровень достаточно серьезный, много чемпионов мира, рекордсменов. И поэтому каждый хочет показать все, на что способен. Тем более, если здесь будет установлен мировой рекорд, он официально будет засчитан, поскольку представители более трех стран имеются для этого. Кубок нации традиционно проводится в Могилеве вот уже на протяжении 17 лет. И, как было отмечено, для спортсменов эти соревнования – последний шанс отобраться на чемпионат мира. Поэтому тут все сильнейшие. Для меня это хороший пример. Я должен соревноваться со спортсменами, у которых этот вид спорта, можно сказать, в крови. Для меня это просто огромная честь. И, возможно, я смогу улучшить свои результаты. На сегодняшний день этот вид спорта наиболее популярен в Беларуси и России. В остальных странах это больше хобби, увлеченных радиоспортом. Однако уже в ближайшее время все может поменяться. Мы начали процедуру по стать членом Международного Олимпийского комитета. Но там есть организации, которые Международный Олимпийский комитет признает как официальные организации. И к этому мы начали нашу процедуру. Можно надеяться, что вместе поедет много спортсменов на соревнования. Сейчас только федерация, которая имает очень много финансовых средств, подает на соревнования. После этого может получиться, что всех имает возможность приехать в большой номере, в большое количество спортсменов на соревнования. О спорте на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Беларусь 2 уже в четверг. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова